Доброго утречка всем, друзья! А мы вещаем испанских дорог. Вот сейчас мы на развилке. Получается, Барселона уходит налево. Ну а мы же ее объезжаем. И мы едем дальше. Направление наше Валенсия. Не движайте допустимую скорость. Через 310 метров держитесь левее. Вот, конечно, жена, конечно, у меня хотела посетить Барселону. Поехали 11 километров. Ну, что хочется сказать пока вот о пройденных этих километрах, сколько я проехал здесь от границы, буквально там, не знаю, 150-100 километров. Дороги ничего, хорошие дороги, мне нравятся. Ширина, покрытие, разметки. Все понятно, все как бы с этим проблем нет. На парковку еще не заезжал. Ну, на которой то я стоял, ночевал, это такое дело уже. Вот, а вот хотелось бы, конечно... Ну, будет у меня еще возможность. То есть, заедем, паузу будем стоять, посмотрим, как там. Ну, конечно, честно скажу так, если по масштабу брать именно французский, конечно, намного шире. Шире тогда все так вот раскатисто вроде бы тогда, да. То есть, позволяет себе слева-справа, там, от автострады всем липом, ну, отдельные грузовики, там, отдельные легковые. Как-то вот, если это взять в Германии, конечно, в Германии это все вот так отшато. Вот. Что еще? Ну, правда, конечно, вот это французские выезды. Когда ты выезжаешь, у нас парковки, я уже снимал это видео, не того, что знаю. То есть, настолько вот этот коридор и змейки, когда ты выезжаешь, ну, на полосу разгона, то есть парковки самой. Ну, так уж притирку, ну, так уж, я не знаю. Ну, понятно, легковой, это без проблем. Ну, когда ты едешь, вот, немного все-таки у тебя длина автомобиля. Просто, чтобы не зацепить, либо там на радиус брать. Сейчас, секундочку, перестроюсь. Радиус брать надо, чтобы и кабина не зацепится, где-то подножка, либо же прицеп, чтобы наехал, там, не повредит ничего. Вот такое вот. Могли бы немного шире сделать, конечно. Пускай на полметра вот этот змейки, я думаю, ничего бы с ними не случилось бы. Ну, вот так вот. Ну, что, а мы, в принципе, объезжаем, да, сейчас именно саму Барселону. До центра может быть километров 20 где-то так, плюс-минус. Туда, бережная там, ну. Пока у меня выгрузок там нет, у меня, мы едем дальше и потом на Мадрид. Мадрид. Ну, ладно, пока вот еще время, что сказать время. Время нас 5.40 сейчас. И, кстати, 19 октября, друзья, за портом плюс восемь. Там где-то проезжал, ну, опять же, темно еще. Здесь свитает где-то полу-восьмого, где-то было не так, как нормально. А я выехал, еще не было четырех в трассу, поехал. То где-то проезжал вблизи, ну, как бы правильно сказать, ну, средиземное море вообще, в принципе. То туман, знаете, такой вот, местами и немного так сильный, так я уже и снизил скорость. Вы не мешаете допустимую скорость? Ну, мало ли что, потому что знаки стоят, там, миграция животных, вот этих, которые там бегают, олени, там, зайчики, или кто-то там еще будет бегать. Чтоб какой-то зверек не выскочил и не навредил. Ну, опять же, друг другу, да? Так, что такое, пришлось сниживать скорость здесь. Ну, ладно, едем, едем. Ждем пока рассвет, ну, а там уже продолжим мы вещание, как говорится. Идем дальше. Друзья, ну, продолжаем репортажи. Я выехал, ой, отстоял паузу свою. Так, секундочку, люк закроем сейчас. Отстояли паузу. И поехали. Я 3.30 сделал езды. Проедите 200 километров. Наше направление Валенция. И, кстати, ну что, отсюда даже видно Средиземное море, друзья. Да, если бы здесь хватало мне время доехать сюда, вот в эти края, это за Барселону, вот, кстати, вот прямо, пожалуйста, если... Ну, далеко, конечно, вот за деревьями, ну, это море, вот. Так, вроде, напрямую, там, ну, полтора километра. Ну, если пешком, там, такими зигзагами, ну, понятно, потому что будем спускаться каскадами такими. Где-то 20... ой, 2,5 километра. Вот. Так, сейчас, секундочку, вот так, вот так вот. Ну, классно. Ну, погода уже сейчас показывает у меня 17+. Если там ехало это 8, то 12 было, сейчас 17. И я чувствую сразу, ну, тепло, ну, классно. Я вчера даже и вечером, там, где стоял, я шорты одел. Вот. Утром сегодня просыпаюсь, смотрю, градусник было плюс 8. Думаю, да не, ладно, дену штаник им. Пускай. Чтобы потом сопли не пускать, ничего. Вот так вот. Испания. Ну, сейчас, да, вот, получается, вот, видите, такими играми. Ну, я думаю, мы включимся, когда вот будет картинка какая-то. А я думаю, включусь. Тем более, мы будем проезжать какие-то вот населенные пункты. Буквально вот тут недалеко сразу. Ну, ладно, пока едем. Друзья, ну, какой-то вот населенный пункт. Возможно, он и небольшой, но, да, проезжаем мы, опять же, по автостраде. Ну, так, смотришь, конечно. Вот именно уже после Барселоны здесь, ну, дорога чуть-чуть такая вот, ну, послабее, как бы. Может быть, стыки где-то, вот, куски так асфальта уже подуставшие. Вот, ну, это все пока это субъективно еще, потому что, ну, я не съезжал никуда. Вот, хотелось бы, да, посмотреть. Проехаться, вот, ну, как вы поняли, сейчас ехать и туда в городочек. Ну, на данном этапе пока такой возможности нет, так что едем дальше. Ну, а там, будем, все равно все, выгрузки будут. Я думаю, ну, там где-то промзоны, конечно, это, скорее всего. Ну, ничего, все равно, я думаю, что там это будет. Вот. Хотел включиться, но там вот, получается, видите, как бы, дорога, она вот чуть ниже, чем нежели вот слева-справа такие вот овраги, как бы, их, ну, когда вот дорогу уложили, да, вырезали, вот, получается, накидали вот слева-справа и стороны. И за такими вот насыпями и море, как бы, и видно не было. Ну, и плюс еще вот зеленое насаждение деревья, из-за них вот так просматривается, но это опять же надо крутить головой, ну, камеру вынимать, брать руки, и что-то так, ну, не хочется. Вот, пускай пока так, что будет, ну, видите, там вот, то ли туман, то ли что-то вот, или горит, скажем. Скорее всего, где-то что-то палит. Ну, такое вот. Мне же до выгрузки 216 километров. Ну, еще, как бы, время есть. Так что, ну, ладно, пока едем. Вот поехало такси, Prius. Наверное, такое характерное раскрасце, черный с желтым. Ну, это гибрид автомобиль. Ну, а слева ось, ой, море, ну, друзья, ну, не видно вам, я не знаю, камера, угол, хоть и в таком среднем широкоформате она снимает, она я выставил. Ну, все равно, не знаю, вот, ну, зато вот такие вот скалы, я не знаю, как правильно, камни, да, в таком вот цвете они. Справа светлее, слева темнее, как-то вот породы. Так, вот, вот здесь, может быть, сейчас что-то захватим. Поехала машинка, написано на ней сало. Ну, это так уже, ну, вот здесь возит такой. И слева, да, до Средиземной моря, ну, получается вот так, какая-то коса такая вот, в левую сторону, так закручивая. Ну, здесь и транспорта уже меньше. Все-таки Барселона, ну, к столице, ой, не столице, столица Мадрид у нас, ну, все-таки Барселона тоже, как бы, портовый город, и люди, как бы, отдыхают там, и вообще, в принципе, тоже туристические, там, посещения очень много. Вот, получается, там движение, вот, ну, а здесь так уже. Сейчас я гляну по навигации. Ну, да, это то, что самое такое ближнее. Нет, у меня еще будет, будет где-то вот, Беникасим, вот там, в том районе, я еще, может быть, прокатимся мы вдоль. Вдоль моря, опять же, если здесь будет возможность заснять это все. Ну, а так, вроде бы как уже и... Потому что после этого мы уходим вглубь материка и, получается, в центру где-то вот. И вот так вот... Парк Натурал Дельта Дефф... Как-то вот название я не дочитал. Да, испанский колорит свое, конечно, здесь, там, эти вот, корида, эти вот, фламенко, это все тоже их неисторическое такое. Конечно, хотелось бы, да, побывать на таких вот мероприятиях. Понятно, что делать телевизор и там, YouTube, и все это, это классно. Вот, но когда вы испытываете эти эмоции тактильно, физически, да, вот когда восприятие у вас напрямую вы ощущаете это все, это совсем, как говорится, другая сторона медали. Внимание, стационарный радостный. Этого не передать. Обратечение 120 км в час. Так, мне бы уже опять сейчас напрягать. Вот, так что, вот видно домики, пальмы. Пальмы какие там, я не знаю, там, финиковые какие-нибудь там. Или просто какие-то декоративные. Внимание, стационарный радостный. Ну, вот что-то похожее вот тоже в Турции, а так как напоминает. Да, я был на Средизельном море, да, это было возле Алании, по-моему, вот так. То есть, в Анталию мы прилетели, а возле Алании, там, район Сиде, вот там мы были, по-моему, года три назад. Вот, с семьей ездили. Хороший отель, понравился, все. Море классное. Вот так вот. Ладно, едем дальше. Друзья, ну вот, с правой стороны, ну, опять, деревья не видно, мне кажется. А вот, если так проскальзывает, то небольшие такие деревья, деревцы. И там, ну, что, мне кажется, мандарины. Знаменитые, или как-то, не знаменитые, но всем известно. Вот справа видим желтые плоды, но они, мне кажется, еще не готовы. Потому что сезон, как раз, там, к новому году обычно, да, там, испанские, вот, как бы, обычно. Ну, вот смотрите, здесь, не, сетка есть какая-то, вот. Но, тем не менее, растут, ну, деревья, вот. Ну, интересно, интересно. Пока первый раз, знаете, вот это, глаза влево, вправо, все. Ну, понятно, если здесь уже кататься чаще, больше, вот, так же самое, как я, Италию, там, или Австрию, там, ну, или, там, Германию на тот момент. Оно, как бы, приедается, и все, как бы, вот, ну, те же места, это все это было видено, переведено. Вроде бы, снимал, как бы, вот, ничего такого нового нету. Ну, а, видите, все равно хочется что-то глянуть. Интересно, как, вот. Вот я не понял, вот, вдоль дороги, которую я пересекли, мы, это самое, какой-то канал. Так я вот и не понял, то ли, для чего это, и как, и что это. Неужели там какие-то, вот, по этому каналу там плавают, какие-то судна всякие? Может, какая-то, типа, экскурсия, может, для работы? Вот. Ну, ладно. Едем дальше. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»